Всплеск активности на межрегиональном уровне. Субъекты России выстраивают более тесные контакты друг с другом в рамках отведенных полномочий. Яркие примеры последнего времени. В конце 22 года Севастополь и Новгородская область заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Договор об укреплении межрегиональных связей был подписан также между Орловской и Кировской губерниями. Эти регионы договорились в прошлом году обеспечить благоприятные условия для установления деловых контактов, обмениваться опытом и информацией во всех сферах социально-экономической деятельности. Давайте попытаемся разобраться в целях и задачах межрегионального сотрудничества, которое получило второе дыхание в 2022 году. С нами на прямой связи сенатор от города Героя Севастополя Екатерина Алтабаева. Здравствуйте, Екатерина Борисовна. Добрый день. Ну а также заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов, председатель комитета по промышленности ЖКХ и транспорта Сергей Кутенев. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Ну вот первый вопрос, Екатерина Борисовна, к вам. Каковы все-таки успехи Севастополя в реализации межрегиональной кооперации? Конечно, безусловно, что такое межрегиональная кооперация, мы знаем с 2014 года. Потому что именно тогда, когда Севастополь, Крым вернулись в состав России, наверное, все, без исключения субъекты Российской Федерации, активно помогали нашему городу. И, безусловно, на сегодняшний день у нас есть уже серьезные результаты. Соглашения о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной сферах заключены 47 субъектами Российской Федерации. Совершенно верно вы сказали о том, что вот в 22-м году активизация, безусловно, произошла. И, наверное, обнаблены соглашения с четвертью из этого числа субъектов Российской Федерации. Мы всегда очень благодарны нашим городам-побратимам. Москва, Санкт-Петербург с первого дня возвращения Севастополя оказывали серьезную помощь в развитии жилищно-коммунального хозяйства, в обновлении наших образовательных учреждений, лечебных учреждений. Но это не все. Главное, что к нам приходят инвесторы. Инвесторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинграда, Ленинградской области, прошу прощения, и Краснодарского края, Южно-Федеральный округ, естественно, тоже с нами в очень тесной взаимосвязи. По каким направлениям, Миклина Борисовна, по каким направлениям чаще вы сотрудничаете? Продукты Севастополя – это, прежде всего, конечно, наши рыбопромышленные предприятия и винодельческие предприятия. Но этим не ограничивается. Поскольку у нас добывают, например, флюсовый известняк, и флюсовый известняк уходит не только на предприятия Крыма, но и Южного федерального округа. У нас производится картонная бумажная упаковка, которая идет в Москву и в Московскую область. У нас производятся комплектующие детали для радиооборудования, и это идет в Ленинградскую область и в Санкт-Петербург. И перечислять можно еще и еще дальше. Но я бы все-таки отметила, что межрегиональное сотрудничество сегодня – это сотрудничество с теми субъектами, которые только включены в состав Российской Федерации. За Севастополем закреплены и Стравельский район Луганской народной республики, город Мелитополь Запорожской области. И сотрудничество наше пока, конечно, в том, что мы помогаем останавливать детские сады, школы, больницы, обеспечиваем их необходимым оборудованием. Технику для жилищно-коммунального хозяйства безвозмездно передаем в эти области, в эти субъекты. И мы очень верим в то, что это делается для того, чтобы как можно скорее они стали на ноги и стали полноправными и экономической, и социальной точки зрения полноценными субъектами Российской Федерации. И еще одно последнее слово – призм. Это та сфера, в которой, конечно, сотрудничество происходит со многими субъектами Российской Федерации, поскольку Севастополь всегда был и будет центром военно-патриотического. Но не только. А и гастрономического, винного, так скажем, спортивного туризма. И, конечно, паломничества. Поэтому в этих сферах, наверное, у нас сейчас тесные связи практически со всеми субъектами Российской Федерации. Да, Сергей Николаевич, ну а в Орловской губернии возникла необходимость в укреплении межрегиональных связей в таких сферах, как промышленность, ЖКХ и транспорт? Конечно же, во все времена существовала необходимость в укреплении внутрирегиональных, межрегиональных связей. Но на этот момент времени мы все знаем, что оборвались многие внешнеэкономические связи самой Российской Федерации, логистические связи. И сейчас время само способствует тому, чтобы мы полностью все свои взоры притянули уже на межрегиональное взаимодействие. Таким образом, смогли улучшить, в первую очередь, это, конечно же, нашу экономическую составляющую, социальную составляющую, для того, чтобы наши люди, как Екатерина Борисовна точно отметила, как раз-таки внутри своей страны, нашей России, ездила в туризм, гастрономический туризм, к нам, например, с литературным туризмом. И развивала внутреннюю экономическую сущность нашей Российской Федерации в целом. Потому что сейчас мы не только уже можем и хотим, мы уже вынуждены усиливать нашу межрегиональную кооперацию. Как она связана должна быть как с законотворчеством, так и с межправительственными региональными связями. А с какими регионами вы сейчас сотрудничаете и по каким направлениям могла бы быть ваша кооперация, например, с тем же Севастополем? Вот на сегодняшний день, конечно же, если рассматривать региональную экономику, то мы максимально сотрудничаем. Это Москва и ближайшие регионы, такие как Курская, Брянская, Калужская область, Белгородская область. То есть на сегодняшний день мы видим большую кооперацию, связанную с новыми регионами России, так и с Крымом и с Севастополем. Таким образом, можно сказать, что внутреннюю кооперацию, которую мы можем сделать между Севастополем и Орловской областью, как раз она связана в том, чтобы мы могли привнести туда дополнительно свои аграрные компетенции, которые в нашей области сильны. Мы одна из самых мощных аграрных областей, если смотреть удельный вес аграрного сектора именно на площадь области, наверное, на численность области. Так и на сегодняшний день у нас сильно продвигаются промышленные компетенции. С 2014 года у нас достаточно сильно развивается в постоянном режиме промышленность. И наши промышленники, наши аграрии могли бы дополнительно участвовать в жизни Севастополя. И в обратку как раз-таки уже полноценно, уже за это время сформировано, уже может и Севастополь участвовать в жизни и промышленной жизни, и в аграрной жизни, и в культурной жизни нашей области. Екатерина Борисовна, вопрос к вам теперь, как к зампреду Комитета по науке, образованию и культуре. Дело в том, что наверняка есть и межрегиональная коммуникация и кооперация также в гуманитарной сфере. Требуется ли она сейчас? И как она развивается? Мне кажется, это наиболее востребованная область, гуманитарная сфера сейчас. И вот приведу пример нашего государственного университета. Севастопольский государственный университет совершенно обновился, начиная с 2014 года. Сегодня межрегиональная кооперация дает удивительные результаты. У нас, например, создан такой консорциум по изучению мирового океана и прибежной зоны. Входит в этот консорциум, кроме нашего Севастопольского государственного университета, на базе которого, собственно, консорциум создавался, Дальневосточный государственный университет и Балтийский федеральный университет имени Эммануила Канта. То есть от Калининграда до Приморья. Вот наши учебные заведения, которые вместе занимаются, во-первых, научно-исследовательской деятельностью, создан научно-образовательный центр НОЦ, который финансируется Российской Федерацией. И называется он «Море-агро-бизнес». То есть направление совершенно очевидной деятельности. Затем экспедиционные маршруты. Плавучий университет могут участвовать как студенты, аспиранты, так и преподаватели. И, безусловно, для нас очень важно, что создана на базе этого консорциума, с помощью этого консорциума, новая магистратура у нас в Севастопольском государственном университете по специальности природоохранная деятельность и экология. И еще один консорциум, он скорее, я бы сказала, такой научно-академический, потому что в его состав входят, кроме нашего университета, четыре института Российской Академии наук и Московский государственный университет. Большое Средиземноморье. Вот тематика этого консорциума – это изучение, это сохранение и популяризация, и музификация истории цивилизаций древних, которые были определяющими для Большого Средиземноморья. Ну, понятно, у нас Херсонес, и поэтому это и греческая, и римская цивилизация античного и средневекового периода. И еще, конечно, история Византии. Поэтому научные разработки в этом направлении позволили открыть новые специальности у нас в нашем ВУЗе. Это прежде всего международные отношения, это музеология, это самые различные направления исторических исследований. И очень важно, что у нас открыта новая лаборатория под руководством президента факультета истории МГУ Сергея Карпова, которая занимается прежде всего изучением византийской истории в Большом Средиземноморье. И мне кажется, что вот такой результат межрегионального сотрудничества, он служит драйвером развития науки, образования не только высшего, но и среднего, среднего специального образования, потому что у нас есть лицельные классы при университете для нашего региона и для других регионов Российской Федерации. Тут вообще говорить не стоит, понятно, что это и многочисленные фестивали, и конкурсы, в которых принимают участие как наши коллективы, так и коллективы, которые выезжают к нам. У нас вот только три фестиваля было очень крупных в Севастополе. Это фестиваль детских театров Российской Федерации, это фестиваль уличных театров и музеев, прошу прощения, театров танца. Театры танца – это такой редкий совершенно жанр, но у нас он есть, очень интересный академический театр танца. И аналогичные коллективы приезжали в Севастополь. И, соответственно, в Ижаве. Сергей Николаевич, теперь вопрос к вам. Вот если говорить также о результатах межрегиональной кооперации, то какое влияние такая кооперация оказывает на развитие территории? В чем вообще это выражается, как вы считаете? Вот буквально сегодня и до этого, в этом году и сегодня проводится у нас межрегиональная кооперация между высшими учебными заведениями аграрными, такими как у нас АГАУ, Брянский университет, Белгородский университет, участвовали Донецкий и Луганский университет. Ребята, студенты приехали к нам в область для того, чтобы ознакомиться с деятельностью нашего Орловского государственного аграрного университета и предприятиями, которые у нас есть. Причем не только аграрными предприятиями, но и промышленными предприятиями. Если мы рассматриваем как раз-таки профессиональную подготовку, специальную подготовку студентов. Кроме этого, все-таки нужно понимать, что все измеряется в определенных рейтингах, либо в определенных суммах. Таким образом, межрегиональное взаимодействие можно определить только с тем, что у нас будет увеличен межрегиональный продукт, я бы его так назвал. Таким образом, увеличить взаимодействие нашей промышленности, нашего аграрного хозяйства с другими регионами, с таким, как Севастополь. Увеличить с их стороны внутренний импорт-экспорт товара, который будет проходить между нашими регионами. Увеличить таким образом наши сами по себе показатели, которые у нас есть в области по промышленности, по аграрному хозяйству, с тем, чтобы мы могли больше производить, лучше производить товар, который и разнообразнее производить товар, который мы можем предложить по всей России. Точно так же я считаю, что и Севастополь нуждается в постоянном режиме с тем, чтобы увеличить долю промышленности, увеличить объем выпуска товара, внутреннего регионального продукта. И таким образом все взаимодействие, которое, возможно, улучшит как раз-таки то, чтобы у нас увеличились доли выпуска продукции, доли внутреннего регионального продукта наших, каждого из регионов. Таким образом, в целом, в России увеличится выпуск внутреннего лавого продукта. Екатерина Борисовна, ну а какие сложности и проблемы требуют, на ваш взгляд, первоочередного решения, чтобы придать новый толчок в развитии межрегиональных связей? Нужно ли разрабатывать какие-то инновационные методики или даже инфраструктуру в регионах для усиления динамики кооперации? Или, в принципе, все уже есть, в частности, в Севастополе? Ну, я бы сказала о том, что те соглашения, которые заключаются, они служат очень надежной и прочной основой для того, чтобы развивать сотрудничество межрегиональное по разным направлениям. И это и есть площадка, которая дает возможность разным субъектам Российской Федерации знать о тех областях, в которых они бы хотели сотрудничать в первую очередь. Поэтому информированность, конечно, через этот инструмент очень важна и необходима. Но, кроме этого, нужно, безусловно, я бы сказала, энтузиазм и желание, потому что это работа, которая требует очень серьезных усилий. Ну и, конечно, я тут согласна со своей коллегой, что без вложения средств в развитие межрегиональной интеграции работать невозможно. Можно я приведу один пример, который как раз связан с туризмом? Да, безусловно, мы понимаем, что Севастополь всегда был интересен для любого россиянина, и к нам приезжают, и это будет всегда делаться. Но мы очень радеем о том, чтобы у нас развивался прежде всего детский, юношеский туризм. И такое поручение было дано президентом Российской Федерации совсем недавно, 4 ноября 1922 года, когда он встречался с историками. Об этом шла речь. И президент говорил о том, что пока каждый школьник, каждый юноша и девушка своими ногами не пройдут по, скажем, не только Святой Севастопольской земле, а вообще по нашим субъектам, и не увидят, сколь велика и красива Россия. Но вряд ли они станут гражданами нашей страны. И поэтому очень важно на федеральном уровне не только поддержать развитие межрегионального туризма, а нужно в это вкладывать средства. Потому что не у всех субъектов Российской Федерации есть возможность найти деньги для того, чтобы именно развивать детский, юношеский туризм и направить не только победителей Олимпиад или каких-либо других конкурсов, но и любых других, так скажем, школьников, студентов, может быть, еще не показавших какие-то особые достижения. Но непременно для них тоже нужны свои туристические программы, в том числе по посещению Севастополя. А это требует, безусловно, вложения средств со стороны тех, кто отправляет туристические группы, и со стороны субъекта, потому что нужно создавать соответствующую инфраструктуру для приема таких групп. И вот в это, мне кажется, обязательно нужно вкладывать деньги. И мы говорили на заседании своего комитета профильного науки, образования и культуры, и думаю, что будем обязательно этим заниматься в следующем году. Потому что в бюджете федеральном на 23-е последующие годы наверняка нужно будет предусмотреть финансирование и по этому вопросу. Сергей Николаевич, достаточно ли сегодня полномочий, кстати, на местном уровне для того, чтобы устанавливать новые контакты, как вы считаете? Или чего-то не хватает? Ну, во-первых, всегда, конечно же, есть поле деятельности для того, чтобы можно было улучшиться. Потому что нет предела совершенству, и это касается полномочий регионального уровня. Но, однако, я хотел бы заметить, что в течение большого количества лет с 2014 года, вот последние три года, то, что мы видим, была пандемия. В прошлом, вернее, году, то, что у нас началась специальная военная операция, у нас все время возникают прецеденты, которые позволяют нам улучшить внутрирегиональную кооперацию на разных уровнях, федеральный уровень, региональный, можно сказать, и муниципальный уровень. Все могут работать с тем, чтобы улучшить, укрепить взаимодействие. И это видно, что мы с каждым годом становимся все более крепкая семья, Российская Федерация. Каждый регион ленет к другому региону. И таким образом мы становимся все более и более крепкими. Я считаю, что можно всегда увеличить и улучшить какие-то взаимоотношения и возможности для того, чтобы были эти взаимоотношения. Над этим стоит работать на всех так же уровнях. И на нашем региональном уровне, и на федеральном уровне. Ну, вопрос тогда к вам, как к эксперту Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Вот может ли придать новый импульс развитию межрегиональных связей именно развитию цифровой экономики? Как вы это видите? А цифровая экономика, она позволяет усилить и улучшить логистику. Документальную логистику она позволяет сделать так, чтобы люди становились ближе друг к другу на расстоянии. И это один из огромнейших плюсов, который дает нам цифровая революция, цифровая экономика. Но надо понимать, что никогда никакая цифровая экономика, цифровая революция и цифровизация не покажут нам, как глазами мы увидим берега Черного моря в Севастополе выглядят. Мы можем это посмотреть на картинке, можем посмотреть на видео, но вживую впечатления все равно, конечно же, будут лучше. Понятно. Спасибо, Екатерина Борисовна, и спасибо, Сергей Николаевич. На наши вопросы отвечали сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева и зам предорловского ЗАГСобрания Сергей Кутенев. Севастополя Екатерина Алтаба